Продолжаем наше занятие. Сегодня мы рассмотрим, как ограничить пользователя от нежелательных действий, которые могут привести к некорректной работе программы. В первую очередь заблокируем кнопку «Сохранить», чтобы исключить возможность записывать события с пустыми значениями, без даты и без наименования самого события. Запустив приложение, можете обратить внимание, что кнопку «Сохранить» теперь неактивно. Для этого используется ее свойство «User Interaction Enabled». Оно принимает булевые значения, либо «Yes», либо «No». Опустимся в метод протокола, который срабатывает при нажатии на кнопку «Return». И в случае, если текстовое поле содержит значение, мы опять вызовем свойство «User Interaction Enabled» и поставим теперь «Yes». И вообще, данный метод будет возвращать булевые значения «Yes» только в одном случае – при срабатывании этого условного оператора. Лучшей практикой при разработке мобильного приложения является информирование пользователя о неверных действиях, которые он совершает. Иначе пользователь может просто подумать, что программа работает некорректно сама по себе. Мы будем показывать пользователю AlertView с описанием тех действий, которые он совершает неверно. Создадим метод showAlertWithMessage и с аргументом message строкой, которую мы будем передавать в данный метод. Создадим объект uAlert с переменной alert. Напишем uAlertAlertInitWithTitle. Title будет постоянным, внимание с восклицательным знаком, а message у нас будет изменяться, поэтому мы ставим переменную message. Это будет то значение, которое мы будем передавать в разных случаях. DelegateSelf. CancelButton будет у нас ОК. Остальных кнопок не будет, поэтому напишем new. Поставим квадратную скобку и не забудем про точку с запятой. У переменной alert мы будем вызывать метод show. Опять вернемся в метод протокола и создадим дополнительные условия, которые будут срабатывать, когда в текстовом поле будет пусто. Напишем sell, showAlertWithMessage и в качестве аргумента укажем тот message, который мы будем передавать. Для сохранения события введите значение в текстовое поле. Не забываем про точку с запятой. Запустим приложение и посмотрим, как оно работает. Активируем текстовое поле, нажмем на кнопку да и получим сообщение, то, которое мы запрограммировали. Нажмем на кнопку окей и текстовое поле дальше продолжит быть активным. Предлагаю пользователю все же ввести необходимое значение. Теперь займемся несколько более сложной задачей и будем проверять, введена ли дата. Но в первую очередь оптимизируем нашу работу и процедуру создания уведомления перенесем в другой метод. Дадим ему наименование setModification. И просто скопируем всю процедуру, которая изложена выше, в методе save. А в методе save уже будем проверять наличие даты. То есть, кнопка сохранить уже будет разблокирована. Поэтому напишем условный оператор if, в качестве условия напишем переменную eventDate. Соответственно, если eventDate существует, то мы просто будем вызывать метод setModification. Не забываем про точку запятой. В противном случае, если eventDate нет, мы будем показывать пользователю alert с нескольким иным содержанием. Для сохранения события измените значение даты на более позднее. Но это еще не все, потому что значение даты пикера может указывать на текущую дату, которая происходит в данный момент, либо на предыдущую. То есть, пользователь может записать дату eventDate, а потом вернуть значение даты пикера на более ранний срок. Эти варианты мы тоже должны исключить, чтобы пользователь не записал событие в прошлое. Поэтому мы будем проверять. Напишем, откроем внутри круглых скобок квадратный и напишем selfEventDate, compare, и укажем, что нужно сравнить с текущей датой. Данный метод возвращает определенный результат. Зайдем и посмотрим, какие результаты он возвращает. То есть, дата может быть либо одинаковой, либо ранее, либо позже. Первое. Укажем, что будет происходить, если значение даты пикера будет одинаковое с текущей датой. Второе. Мы проверим, если значение даты пикера будет ранее текущей датой. И в обоих случаях мы будем показывать alert с описанием неправильных действий. Просто скопируем и вставим. Теперь запишем еще одно условие, else. То есть, это условный оператор будет срабатывать, если не будут выполнены первые два. Немножечко отредактируем значение сообщения. Разное для каждого случая. Поэтому, если у нас дата событий будет ранее текущей, укажем. То есть, поясним пользователю, что дата будущего события не может быть ранее текущей. Текущего значения. Скопируем, вставим и отредактируем, если у нас дата события и текущая дата являются одинаковыми. Поэтому напишем, что дата будущего события не может совпадать с текущей датой. Отлично. И в дополнение хорошо бы было отредактировать таб касания на бэкграунд. Так как оно у нас работает. И скрывает текстовое поле. Поэтому мы повторим в этом методе все то, что мы описали в методе протокола. Когда осуществляется нажатие на кнопку return. Уберем return yes, потому что данный метод ничего не возвращает. И заменим строчку resign. First responder. SelfView and Editing. Проверим в приложении. Ставим на бэкграунд и получаем сообщение. Вводим значение в текстовое поле. Нажимаем кнопку да. Все отлично. Сохранить. Кнопка становится активной. Но мы получаем месседж о том, что отсутствует дата. Теперь изменяем. Записываем значение в event date. И меняем на более ранний срок. Получаем еще один алерт. Все срабатывает. Теперь, если мы устанавливаем дату позже, сохранять событие корректно. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...